Благослови вас! Да. Продолжение темы. Пасторское служение. Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И ни в ком другом нет спасения. Братья и сестры, дамы и господа, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Так вот, братья и сестры, продолжаем тему пасторское служение. И рекомендуемая литература, МакАртур, Джон МакАртур, пасторология, учение о пасторстве. Пасторология, это даже не сколько о служении пасторском, сколько о призвании пасторском. И вообще, кто такой пастор, и в чем призвание пасторское заключается, собственно. Слава Богу! Вот есть много разных, конечно, изданий разных. Я, православное есть издание, ну это старое еще издание, еще в советское время издавали. Значит, это пасторское богословие называется тема. Тоже пасторское богословие. Но там очень объемистый труд такой. Я даже, честно говоря, даже и не скажу сразу. Там и о священстве, там тоже и о том, каким должен быть пастор, значит, и о таких даже моментах там интересных. Кстати, там мне что понравилось в православном учебнике. Там, допустим, такие практические вещи есть. Допустим, пасторская помощь, допустим, людям больным, допустим, да, там пасторское служение умирающим. В 91-м году, став священником, просто я как раз вот этот материал, ну он мне очень сильно пригодился тогда. В 91-м году как раз мне, молодому священнику, так выпала такая, ну роль какая-то интересная. Меня стали приглашать в дома престарелых и, значит, и госпиталя, где ветераны еще, еще те, кто воевал Второй мировой, ветераны, да, значит, были умирающие. И я получил такой опыт практический, пасторский. И мне пригодились вот эти материалы, на самом деле, очень сильно пригодились. Потому что, не знаю, там десятки людей, я вот вообще сотни исповедовал, да, значит, людей умирающих, но десятки людей умирали фактически на моих руках, вот, в моем присутствии или вот буквально за 5 минут, там, за 10 минут до смерти успевал говорить с ними. Вот, и для меня тогда, для молодого священника, это стал опыт такой, очень сильный опыт, сильнейший просто опыт. Я, знаете, слышал такие исповеди от коммунистов, офицеров, значит, да, которые воевали. И самое интересное, некоторые рассказывали такие вещи, вот, говорю, хоть в кино такого не увидишь, хоть фильмы снимай об этом. Потому что рассказывали, что, представьте, вот 91-й год, да, после войны, сколько прошло лет, после 45-го года. Но некоторые признавались, эти старики, что даже своим женам даже не рассказывали. После войны никому не рассказывали эти моменты. Ну, разные. Были тяжелые очень моменты, конечно. Честно говоря, слушать порой исповеди было очень тяжело. Вот. Но, то есть, я учился тоже пастырский, один из пастырских таких секретов, что ли, как бы, да, служения, вот, ну, как говорят, консультирование, да, или исповедание, там, это уметь вовремя все отдавать Господу просто. Вот. То есть, ты как свидетеля лишь, потому что, если будешь как-то воспринимать лично сам, то, ха, там пару исповедей, пару разговоров, и тебя просто раздавят вообще морально и духовно, и это сразу понял. Вот. И там, кстати, в православном учебнике было очень хорошо об этом сказано тоже, вот, что, вот, роли священника в этом исповедании умирающих, там, и такие вещи рассказывали, когда, вот, о убийствах, да, когда кровь на человеке, он умирает, сколько лет прошло много после войны, а у него это все в старости как раз всплыло, вот, все это воспоминание, все это вот у него, и он даже, ну, как некоторые говорили, как умирать даже не может, вот, и уже и хочет уже умереть, и не может умереть, вот, и, а потом в другой день приезжаю, а где этот, вот, дедушка, а уже все, койка застелена уже, уже и нет, уже и ночью думал, что можно попросить? Да. А может быть, Бог делает для того, чтобы человек просто покарается, бывает же там, что вот, ну, как, не совесть, а дух все это просто обличает, что вот за это, это, это ты не смог тогда, и даже ее не попросил, а вот сейчас у тебя есть возможности, ты уже предверял, как бы не, ну, конечно, конечно, сто процентов, ну, потому что это же все вопрос Бога. Да, да, Духа Святого. И вот в пастурском служении для меня вот стала это очень хорошей школой такой, наукой, и среди умирающие были, кстати, был такой случай, я помню, первый самый случай еще даже, первые пару недель только еще священником, еще Советский Союз, но уже последний месяц, уже, уже веяло воздух, он все уже, скоро эта махина падет, вот, там, в Рязани служил в Борисоглебском соборе, Рязанское, там, ВДВ, это, училище, через забор было от храма, вот, от них всегда там кашей солдатской пахло, значит, вкусно, вот, значит, и, и они тогда уже нашили на себе эти триколоры, значит, ходили, еще Советский Союз, еще красный флаг везде, коммунизм, как бы, да, они уже нашили, директор тогдашний, он первым пошел, вот, как бы, руководитель этого училища, как бы, да, первым пошел на такие шаги, их там по городу говорили, идут эти, допустим, курсанты, да, на них там эти дедушки, бабушки все шипели, о, белогвардейцы, о, сволочь, повылазила белогвардейская, значит, я слышу, там, там слышу, вот, короче, такое было дело, а потом это училище вообще, он, когда только пал Союз буквально, а, во время путчи прям, этого, когда путча, страну, все, ну, да, как раз праздник преображения, вот, 19 августа, значит, да, ну, да, да, и, значит, я как раз на служение иду и вижу, а там центр города, там памятник Ленина, огромный такой Ленин, там такой вообще, там гигант просто стоял, значит, и этот директор, короче, или кто там у них там, как назвать, этого училища военного, вывел всех своих курсантов и офицеров, как этих декабристов в свое время, вокруг этого памятника, они встали, так вот, кольцом, он нанял на свои деньги кран большой, короче, Ленина, а там собрались старики, что-то кричат, значит, а, вот, ну, это уже белогвардейцы, а я еще прохожу мимо, и попы здесь, и белогвардейцы, короче, и меня записали в Белую гвардию, короче, а я просто мимо прохожу, просто мне интересно, что там происходит, и попы здесь тоже, повлазили, короче, и на меня там шипели, да, конечно, там такое было, вот, правда, потом все поменялось там, значит, и сейчас уже опять Ленина поставили, короче, вернулось все, но тогда было, да, весело, вот, значит, и представьте, я пришел на служение, как раз в храм, значит, да, и ранние битургии, вот, и приехали люди какие-то, вот, подошли ко мне, значит, видно, что, ну, все солидные, серьезные люди такие, вот, и сказали, что мама умирает, вот, хочет исповедоваться, я так, ну, хорошо, я приеду, а вот прямо сейчас с вами, хорошо, давайте, прямо сейчас с вами поеду, вот, оказалось там это, люди на самом деле очень солидные, серьезные, вот, один из ее сыновей был тогда ЗИЛ, директор был, да, в Москве, вот, значит, другой был там прокурором по Рязанской области, главным, вот, значит, третий был руководитель, дочь была руководителем, тоже, они все были при портфелях, короче, и такие, ну, серьезные люди такие, представляете, интересно, но они такие интересные, вот, вместе они вот стояли, да, вот эти дети, и, вот, знаете, вот, да, хорошо одеты и серьезные, видно, люди, ну, как бы, привыкшие, вот, отдавать указания, как бы, да, значит, их слушались, а здесь они стояли, вот, в храме, да, вот, знаете, вот, вот, действительно, как овцы, не имеющие пастора, вот, знаете, вот, потерянные, да, такие, и, вот, и, ну, хорошо, что они очень маму любили, вот, и привезли привезли меня туда к маме, а мама, оказывается, вообще, я узнал такой, ну, по дороге они кое-что рассказали, конечно, о маме, чтобы я, ну, как бы, имел представление, а мама, оказывается, у них, вообще, была, значит, директрисой этого, как, вот, университет марсизма-ленинизма, только филиал этого университета, вот, и она всю жизнь была, оказывается, вот, марсистской ленинской философии, преподавателем доктора, значит, наук, значит, там, все, значит, там, и со всеми регалиями, много учебников, много книжек издавала в советское время, в 60-е годы, 70-е годы, очень много издавалась она в Академии наук СССР, мне показали там целая полка всяких книг, это все вот ее, вот, все ее публикации, все ее книги, учебники, вот, по марсистской ленинской философии, и также ряд, представляете, смотрю, ряд книжек чисто антирелигиозных, таких, воинствующий атеизм, вот это, да, думаю, вот эта женщина интересная, она даже, и вот я впервые присутствовал так вот, эта женщина умирающая, а почему еще сказали мне по дороге, что надо поспешить, потому что врачи сказали, что счет идет на часы, сколько ей жить осталось, очень, опухоли пошли бы очень быстро, метастазы по всему телу, и сказали, что осталось, ну, буквально, я рак ее свидал очень быстро, что осталось, считанные часы остались, в лучшем случае даже, говорю, то есть даже до вечера, ну, уже вряд ли доживет, значит, и я приехал с этой женщиной, а, и такие боли адские просто, что обезболивающие не помогали ничего там, значит, там, ну, то есть вот такая была у нее форма болезни страшная, вот, и даже внешне это было страшно, честно говоря, наблюдать, вот, и я помолился, благоставил ее, и она начала говорить, самое интересное, вот, говорит со мной вроде, да, вроде не со мной, вот, она вот, вот реально вот к Богу обращается, реально к Господу обращается, настолько было очевидно это все, я прямо аж вот опешил, честно говоря, и исповедовалось так, что там такая исповедь была, что, вот, говорю, хоть книгу пиши, вот, жизнь, судьба человека, этой женщины, вот, просто потрясающая судьба, вот, оказывается, ее мама, папа были людьми не просто религиозными, а верующими и даже пострадавшими за веру, она была такой комсомолка-пионерка, значит, еще, значит, там, и, значит, потом пошла по этой стезе, вот, атеистической, значит, там, и всю жизнь, даже она взяла другое имя, значит, чтобы ничего общего не иметь, вот, со своим прошлым, отреклась даже публично отреклась от своих родителей, как от врагов народа, в свое время, еще тогда, еще до войны, ну, до войны, еще до 20-го, до 30-е, там, была вся эта канитель, вот, и взяла другое имя, совершенно, значит, там, и, что интересно, вот, воевав, воевав всю жизнь с Богом, да, она призналась, что я, говорит, воевала, да, говорит, но, говорит, он победил, говорит, он победил, так и, так интересно вообще, я, я думаю, вот это, да, это я вспомнил сразу историю, из истории христианства, если, там, читали, может быть, Юлиан Аступник был император такой, когда он был смертельно ранен, он, он против Христа, значит, там, восстал, значит, против христианства вообще, значит, и, и когда был смертельно ранен стрелой, случайной стрелой, притом, значит, значит, то Ирана была признана уже смертельной, да, ему уже сказали, что, ваше величество, вы уже не выживете, и он воскликнул, ты меня победил, Галилеянин, говорит, вот, значит, и, там, значит, по преданию, значит, перед смертью, значит, исповедал Иисуса Господом своим, вот, так что, и вот эта женщина, она раскаялась, покаялась, и, знаете, я прям наблюдал, вначале страшная картина женщины, умирающей, обезображенной болью, да, значит, и лицо, значит, и тело уже было видно, что, ну, разлагаемое, вообще, ну, страшно, честно говоря, и, представляете, в конце исповеди, умиротворенное лицо, улыбка, вот, никакого страдания на лице, вообще, вот такая, прям, такая картина, вообще, потрясающая, прям, вообще, знаете, как выдохнуло, прям, аж, вот, успокоение такое, мир такой, вообще, я думаю, слава Богу, вообще, ну, настолько, вот, приятно было осознавать потом все это, вот, и удивительно, вы знаете, вот, с таких вот ситуаций и, вот, призвание наше пасторское, да, оно укореняется, как бы, да, и утверждаемся мы в этом служении, и видим, скажу, даже много всяких испытаний в жизни служителя, да, любого, любого пастора, но вот такие моменты, они вселяют еще больше, вот, с нему трудиться, да, значит, и, вот, ради даже, вот, одной такой души есть смысл, значит, служить, нести служение, вот, и потом даже хоронил я эту женщину, пригласили меня тоже, да, те же дети, да, на похороны, и, значит, я, когда приехал, вообще, такое было присутствие Бога, такое, вообще, невероятное, прям, на похоронах, что, там, люди, собралось много людей, коллеги по работе пришли, научные сотрудники, университета мархизма-ленинизма, представляете, и батюшка здесь, вот, и я, значит, большая даже часть у меня была училась не отпевальная, как бы, часть, да, а вот такая покаяльная, вот, я, значит, все рассказывал, ну, что можно было говорить, вот, по поводу исповеди, по поводу ее обращения, говорю, я, говорю, не знал ее до смерти, самое, вот, ну, только лишь перед смертью познакомились мы, вот, но я слышал ее исповедь, говорю, что она умерла примиренной с Богом, вот, она получила мир от Бога, примирение, прощение, вот, и, вот, я рассказал, что можно было рассказать, и вот эти, я не забуду картину, потом вот этот директор, который, Зиловский, москвич это, ее сын подошел, дядька там серьезный уже такой, и говорит, спасибо, батюшка, вот, мы не ожидали, честно говоря, вот, что все так произойдет, короче, сотрудники ее, вот, эти, ну, коллеги, да, вот, с университета мархизма-ленинизма, смотрю, многие плачут, там, стоят, прям плачут, вообще, настолько, вот, как бы, смерть одной женщины, это, да, значит, она принесла, вот, ну, этим многим людям, прозрение такое, да, значит, именно, вот, такое покаяние, какое-то, вот, осознание, это, вот, это просто потрясающе было служение такое, вот, и даже потом, там, эти дети, потом, ну, все не подходили, так или иначе, и, говорит, мы, вот, даже, и хотели, там, сделать с пьянкой, как бы, похороны эти, вот, но, вот, посвящались, а я им, как раз, рассказал, что не надо, говорит, давайте вот так вот, ну, она примирилась с Богом, говорит, она, вот, ушла к Господу, говорит, давайте, ну, сделаем так вот, просто обед, и, вот, я расскажу еще кое-что, я рассказал, там, и о богаче Лазаре, там, значит, там, все это, да, так интересно получилось, короче, да, как евангелизация, вот, и разные бывают случаи такие, здесь, в Киеве, тоже, вот, самое такое было для меня похоронное служение большое однажды, значит, я не часто бываю в таком служении, но иногда бывает, приглашают, вот, значит, и там, сколько лет назад, давно еще это было, здесь, в Киеве, застрелили средь бела дня одного человека, какой-то заслуженный тренер Украины был, значит, он тренировал последние годы команду регби, по регби, он был, он был тренером во Франции, еще 90-е годы во Франции, там, команда по регби тоже был тренером, и команда Франции по регби почти в полном составе прилетела на похороны, представляете, вот, значит, там меня переводили, поэтому на французский язык, вот, для этой команды, значит, там, кто приехал из них, там, особенно один черный был братишка, такой, вот, негр, там, ну, видно, что, там, верующий, он, там, на колени встал, там, плачет, молится, так вообще, так вообще, классно, вообще, молодец, вот, значит, и, вот, и, вот, и, это было, похороны были, значит, на стадионе, там, «Спартак», стадион «Спартак», здесь, в Киеве, вот, мне пригласили, представьте, я ахнул, почти полный стадион был, там со всей Украины, фактически, были автобусы, там, с номерами были отовсюду вообще, приехали автобусами, целые команды приехали, разные, не только там, там, и футбол, всякие там, и там, короче, разные спортивные команды, а киевские полностью были, вот, и молодежные, и юношеские, подростковые разные, там, эти вот были команды тоже, вот, разных этих, там, столько тренеров было, ну, там, похороны были огромные, несколько тысяч человек было собрано, там, вот, на «Спартаке», значит, и я, значит, ахнул просто, мне дали слово, Я там еще там сказал слово, спел, там православное песнопение, там протестантское, вот это и сборника, мне так нравится, вот это. Отчизна моя в небесах, к ней стремится и рвется душа, там святые в бессмертных лучах, там струится живая река. В небесах, в небесах, отчизна моя в небесах, в небесах, в небесах, отчизна моя в небесах. И Бог дал слово такое интересное, я до сих пор помню, это вот необычное очень слово. Я, честно говоря, готовил немного другое, сказать, а уже когда там уже оказался, и я думал, ну придет может человек 100-200, там, ну, я не думал, что полный стадион, там почти полный стадион, вот эта вся часть, основная, была полная народа вообще, я охнул даже, вот это да. А там, значит, вот стадион Спартак, кто помнит, значит, там устройство, значит, там, значит, вот это, половина всего вот этого пространства стояли, вот эти люди с медалями всякими, там, вот его, то есть, ну, на самом деле, заслуженный был дядька. Вот, и, значит, и интересно, что слово Бог дал о самом великом тренере в истории Вселенной. Я, значит, как раз сказал, что мы сейчас прощаемся сегодня вот с человеком, заслуженный там, уважаемый там тренер, вот, но говорю, хочу сказать о самом великом тренере в истории всей Вселенной вообще, об Иисусе Христе. И о поприще нашим земном, ну, все это рассказал, вот, что взирая на начальника веры, да, на него мы идем, это поприще земное. Вот, и представляете, потом, значит, проходят там 40 дней, по-моему, мемориальное служение тоже какое-то они там собрали, ну, сами уже, сами собрали, тренера там, спортсмены. И мне, значит, там рассказали, одна сестра, ее муж, он там в команде регби, она сама верующая, он так, ну, на пути. Но самое интересное, вот, ее муж сказал, я, говорит, не ожидал вообще, что, значит, мои товарищи будут молиться, я их знаю, это чисто совершенно не религиозные люди, далекие от церкви, вообще, абсолютно, никаким боком, никаким припеком вообще. Вот, ну, может, раз в жизни где-то там в храм заходили, какой-то там в костюм, может, ну, это чисто вот люди, живущие спортом, все, вот, это мы, у нас своя тусовка, своя, вот, свое, все, вот, и, ну, они все молились, говорит. Я, говорит, смотрел туда, они молились, они повторяли слова, потому что на стадионе там призвал к покаянию, вот, именно как раз давайте его зовем сегодня к тренеру всей вселенной, к Иисусу Христу, вот, и повторять, ну, люди повторяли слова, сколько было народу, вот, повторяли слова покаяния. Представляете, евангелизация, несколько тысяч человек собрать там вот так вот на стадионе, так вот, вот просто, ну, вот, как именно, евангелизационное служение. А, и вот ребята рассказали, вот, эта сестра рассказала, что ребята, там были подростки на том служении, и они настолько-то пронялись, прониклись этим всем, да, даже, больше, чем взрослые даже. Вот, и они организовали там команду еще, говорит, значит, они потом разъехались, правда, жалко, но команду образовали, назвали команда Христа Спасителя. Вот, и майки заказали, написали, что мой тренер Иисус Христос, а спереди, сзади написано, мой тренер Иисус Христос, думаю, молодцы, думаю, здорово. Это чисто нерелигиозные ребята, просто вот, ну, спортсмены, просто вот так вот с разных семей, да, вот, вот, настолько они прониклись, даже больше, чем взрослые, они поняли вот эти моменты как раз. Здорово. Так что, да, пасторское служение, оно на самом деле, вот, тех человек, когда готов вам посетить, готов именно вот, на самом деле, вовремя, не вовремя, в любое время, всегда вот, готов послужить. Вот, в этом уникальность призваний, конечно, пасторского такого, слава Богу. Да, вот, помните, вчера, местописание, да, вчера обозначал я Матфея 9.36 и Марка 6.34, что Иисус жалился, увидя толпу людей. Матфея 9.36 и Лука 6.34, что Иисус жалился, что они были как овцы, не имеющие пастора. Марка 6.34, а, Марка, Марка, извиняюсь, Марка 6.34, а Матфея 9.36. И они, значит, люди, вот, одно из, вот, подсказок свыше о призвании пасторском, да, значит, для человека, это то, что человек, он, действительно, он, ну, готов всегда вот, пожалеть и вот именно вот, помочь, да, вот, и послужить. Вот, и, кстати, подсказкой обычно бывает все это даже задолго до того, как человек вошел в служение. Подсказкой свыше от Бога, ведь Бог нас видит всего человека, и прошлое, и настоящее, и будущее, все пред его лицом. И подсказкой свыше обычно вот это вот, я расскажу вот тоже из своей жизни примеры. Еще, там же в училище еще художественном, вот, я рассказывал, значит, ребятам, там, девчатам, значит, ну, о Христе, там, проповеди, там, все эти вот Иисуса, притчи, комментировал, что-то из Павла рассказывал. Ну, все, что читал из Писания, все им рассказывал. И обычно, когда я рассказывал, там никаких вопросов не было, вот, особенно-то. Но самое интересное было, вот, знаете, что, когда с кем-то оказывался один на один, так вот где-то, да, то, ну, по сути, начиналась исповедь. Вот, я не священник, я просто, ну, мы вместе учимся просто в училище, мы просто ребят, пацаны просто, да. Но они начинали, вот, рассказывать эти вещи, вот, и понимали, ну, что им нужен Бог, им нужен Бог. Или каждый из них, он искал Бога, каждый из них, он, даже сам, не признаваясь, там, может быть, даже себе самому, но он искал Бога. Вот, и потом я уже анализировал, спустя годы, что надо же, вот, ну, по сути, я выслушивал, там, десятки разных исповедей людей, вот, значит, которым хотелось, ну, к Богу, по сути. То же самое в армии, советская армия, еще коммунистический, все там, строй, все, казалось бы, да, все офицеры-коммунисты. Меня постоянно, на постоянку меня не брали, хотя обычно художники у нас все на постоянке были какой-то, значит, но приглашали все время, значит, там, то, там, ленинскую комнату надо, что-то там подшаманить, там, значит, там, это, святилище тогдашних времен, вот, значит, в каждом. Капище. Капище свое, да, 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 все как положено там с ритуалом, значит, все там, значит, там, вот, значит, и были свои жрецы, там, да, значит, там, это, как это, как назвали-то, забыл, что-то. Внимание. Политруки, политработники все эти, да, свои жрецы оплачиваемые, все, короче, было, ну, очень серьезно, вот, значит, свой, да, свой культ был. Но они приглашали меня, вот, значит, там, то одно, то другое что-то подделать, там, значит, как художника, значит, и, ну, обычно подкрасить, подмазать что-то там, подклеить, значит, там, значит, и нарисовать что-то. И один там, помню, этот майор все меня это спрашивал, а вот, ну, что же, Рулев, правда, вот, что ты, говоришь, рай, ад, что суд будет вообще? Я говорю, ну, товарищ майор, правда, говорю, эх, черт, у меня большие проблемы, говорит. Он все время так вот, эх, черт, у меня большие проблемы, говорит, как бы осознание есть, а вот дальше не шел. А покаяние не может сказать, это как гордость своего рода, да? Ну, как-то, да, вот, ну, все-таки, да, там, вот, но я верю, что покаяние у них многих происходило, ну, такое, тайком, как бы, да, тайком, да, вот, и, значит, я там, больше половины офицеров у нас в полку, там, снабдил новыми заветами тогда, вообще, тогда же дефицит вообще еще в советское время, 80-е годы, вот, а Бог дал возможность через одного батюшку, Ну, тогда по 25 рублей я с офицеров собирал, вот, значит, к батюшке, вот, значит, ну, по тем временам деньги хорошие, значит, но вот новые заветы доставал, значит, да, значит, батюшка привозил, привозил, значит, там, значит, и я офицерам подробную литературу, часть приносил, даже политработникам. Ну, да, да, значит, пасторское служение. Пасторское служение. А, пасторское служение в чем еще, да, что, да, многие вот эти вот, как раз вот эти офицеры, они даже, ну, по сути, и как исповедовались, вот, и, притом, такие уже взрослые дядьки уже такие уже, там у нас был один генерал, значит, у нас там, я служил просто в полку, который был при высших офицерских курсах, поэтому там было больше полковников, чем рядовых, вот, значит, ну, на территории, там, то есть это было пять генералов-постоянных, плюс еще там еще много других генералов приезжало постоянно, то есть, короче, такая была, ну, это курсы Шапошникова, имени генерала Шапошникова, известные в Союзе курсы, вот, значит, и вот попал в такое осиное гнездо, одним словом, вот, тогдашнее советское, но некоторые эти офицеры, там, один из генералов, генерал, притом боевой генерал, прошедший Афган, там, весь израгин, потом его хоронили, правда, он уже был такой, уже такой, ну, полукалека был, вот, но еще в строю такой, вот, и, значит, ну, такой справедливый был, кстати, генерал, справедливый, вот, и, значит, и, вот, что интересно, значит, вот, по сути у нас поведовался, Я просто солдат, он генерал-майор. Прошедший войну, смерть видел много раз, такие страшные вещи рассказывал. Но было, по сути, покаяние. Он не произносил этих слов. Понимаете, порой многим кажется верующим, что покаяние в правильных словах, правильных с точки зрения догматики нашей, допустим, вероучения, наших представлений каких-то. А взять, допустим, того же самого разбойника на кресте, у него не было такого красивого, правильно догматичного обращения. Он не говорил, отец невестный, во имя Иисуса, я прихожу к тебе сейчас. Или что-то еще, допустим, он такого не говорил абсолютно. Покаяние намного больше, чем люди себе представляют. Порой мы себе рисуем одну картину, это намного больше. И я вчера говорил, помните, слово еврейское, слово тшува? Тшува. И, кстати, первое значение слова тшува, это возвращение. Возвращение. То есть, когда человек приходит в себя, приходит к Богу, да, это уже покаяние, тшува уже. И цель этой тшувы именно соединение с ним, воссоединение с ним и пир с ним уже, в нем уже. Вот так вот. Слава Богу. Так что, друзья, так что и пасторское призвание, это, как и любое призвание, другое служение, это серьезное призвание. И дары призваний Божьи непреложные. Вот. И Бог не ошибается. Нам порой может кажется, действительно, время от времени казаться, может, что Бог, наверное, ошибся, призвав меня. Ну, всем такие обычные мысли приходят, больше и меньше. Мне много раз приходило такое, ну, не то чтобы Бог ошибся, но, может, он не то имел в виду, как бы, значит, и вообще, как бы, не совсем. Ну, и тем более, может быть, я уже свою роль сыграл, как бы, значит, в принципе, да, значит, хватит. Такие дембельские настроения. Как бы, значит, что, как бы, значит, да, а у Бога нет, у Него другой взгляд совсем. Абсолютно другой взгляд, значит, он видит человека цельно, целомудрие, цельное мудрование, правильный взгляд на человека. Он видит нас сразу, и прошлое, и настоящее, и будущее, и он не ошибается, поэтому никогда вообще не ошибается. Он, если призывает, то он знает вообще полностью человека, всего человека, весь путь человеческий знает. В этом уникальность, конечно, его призвания. Поэтому и его дары, и призвания не приложены. Вот, и по отношению к Израилю, допустим, вот у вас тема была «Израиль и церковь», да, значит, он не ошибся. Вот он говорил, да. Абсолютно, да. Создав, да, он, он, создателю мы не можем сказать, что ты не прав, там, да, ты не так сделал меня, там, вот. Вот, не, не, он сделал, как сделал, он сделал правильно все. Вот так вот. Вот, и призвав, он не ошибся абсолютно. Хотя, искушений много. Это отдельная тема, даже, честно говоря, пасторские искушения. Это большая тема, и я даже не знаю, у меня там примеров, я записал себе тоже. Ну, из писания много тоже примеров. Ну, может, что-то расскажешь. Да, но пример самый, вот, тоже из своей жизни я расскажу. Самое основное, такой для меня был пример, это уйти со служения. Самое большое искушение было уйти со служения. Вот, и я об этом даже мало где говорю, в принципе, такие вещи. Я реально ушел со служения однажды. Правда, мой дембель продолжался всего лишь один день. Меньше даже. Надолго. Не, ну, я ушел, серьезно ушел. То есть, я в пятницу, в четверг, помню, да, люди пришли, там, братья пришли. Я попросил прийти, собраться. Я им рассказал, что вот так и так, что я оставляю служение, значит, потому что, ну, я как мог объяснил вообще свою ситуацию. У меня было разочарование, вот, это пасторское такое, в себе, во-первых, в первую очередь, вообще, что я некомпетентен, и вообще, что это не мое, видимо, что взялся за гуш, но не юж. Значит, и, знаете, вот, две недели перед тем, я просто температурил, от волнения, просто, просто от волнения температурил, вот, значит, никакая ни болезнь не была, ничего, просто вот реально я знобил, я просто лежал и не мог подняться. Ну, сильно был стресс, сильно было переживание, там, долгая предыстория, короче. Вот, было предательство, было, там, одним словом, человек, которому я доверял как своему первому помощнику тогда, ну, он ушел, и все полностью, и касса церковная исчезла, и плюс еще долгов масса. От имени церкви, оказывается, вел двойную работу какую-то, уже полгода больше, и от имени церкви, там, значит, там, что-то совершил, значит, на церковь уже нарекания со стороны, там, значит, там, и как я мог это не видеть, а супруга мне говорила как-то несколько раз, обрати внимание, Сереж, что-то не так, что-то не то, вот, она меня как-то чувствует, я как-то, да ладно, думаю, что я буду вам подозрительным, там, нет, нормально, все, брат трудится. Оказывается, жена была права все-таки, да, что-то не то было, вот, и плюс еще там пострадали люди, вот, при том очень серьезно, там, один из священников, его тогда очень жестоко избили у нас в Житомирской области, думали умрет, значит, но выжил, слава Богу, вот, значит, тоже, и местные священники, там, Московского приорхата вывезли его с бандитами вместе, значит, и бандиты били, нет, вначале священники били, потом стали бандиты бить, и его просто бросили в кувет, присыпали его, там, землей, там, листвой, значит, и уехали, думали, он все уже, мертвый, а он выжил, выкарапывался, короче, выжил, потом в реанимацию полгода провалялся там по реанимациям, значит, ему там и голову пробили, ну, сами священники кастетами били его, значит, там его, вот, значит, и, значит, ну, там такая структура Московского приорхата очень бандитская, честно говоря, там, там очень криминальная структура, вот, и, и, а потом бандиты просто добивали его, думали, что он мертвый, поэтому сбросили его, а он выжил, вот, и все это оказалось через вот этого моего помощника произошло, оказывается, как потом всплыло все, представляете, значит, я когда все это узнаю, все это, он сливал информацию, все, значит, там, и вел такой тройную работу, такой вообще, значит, работал, ужасно все это было, значит, и я чувствовал себя просто виновным в этих, во многих таких, столько ошибок, вообще, короче, простить себя не мог, значит, и вот слег, засемпературил просто, слег, и потом в четверг, когда ко мне приехали братья, там, сестры, значит, я все рассказал, говорю, так и так, что я, говорю, ну, и молился, конечно, я говорю, ну, у меня чувствует, что я некомпетентен вообще, это, это, Бог призвал, конечно, я кое-что сделал, конечно, я же не говорю, что я ничего не сделал, я что-то сделал, значит, ну, и спасибо Богу, спасибо вам, вот, я буду помогать, но, чтобы никогда больше не пастерствовать, не лидерствовать вообще, то есть, просто верующий, да, иногда где-то в чем-то помочь могу, запросто, вот, но все, чтобы я больше не был служителем, уже все, я уже зарекся, Никогда больше Ни на каких позициях лидерских Просто на скамейке Просто быть верующим И надо помогать в чем-то Подсказать запросто И я это рассказал Они видели мое состояние Просто Отпустили меня с миром Я вздохнул облегченно Слава Богу Утром проснулся Красота, я не пастор Аллилуйя Жизнь мимо проходила Так здорово Думаю, да что я себе там накрутил Так хорошо все Солнце светит Дети послушные, жена умница Все хорошо Машина еще перед тем беспокоилась Что мне что-то барахлило Ласточка Все работает Все прекрасно